И всем бога-гашечки и море приветов, дорогие друзья и гости моего канала Нептунчик здесь. И сегодня рубрика Инди-ужастики, чего у нас очень давно не было. Я приходил The Joy of Creation, потом приходил Hellblade, поэтому немножечко эта рубрика отошла на второй план. Но есть хороший повод нам вернуться опять в Инди-ужастики, потому что мы позабыли об одной замечательной игре. Это, конечно, Бенди. Друзья, Бенди и Чернильная Машинка. Дело в том, что вышел второй эпизод, вторая глава. Я ее купил. Напомню, что первая глава бесплатная в Стиме. Любой желающий может ее себе поставить. А вот вторая за нее нужно будет заплатить. Я это сделал. К тому же у меня русская версия. Могу теперь ее пройти. Вместе с вами. Да, друзья? Кстати, вот наверху подсказочка всплывает. Можете посмотреть. Это прохождение первой главы. А у нас, значит, глава вторая, старая песня. Давайте посмотрим, что это такое. Напомню, друзья, напомню, что мы завели чернильную машинку, и там появилась какая-то жесть. Какой-то оживший анимационный персонаж начал нас преследовать. Кругом потекли чернила, и был настоящий кошмар. Поехали. Даже не знаю, как в это дело играть на геймпаде, но я привык. Клавиатуре и мышки. Голова вторая. Старая песня. Голова. Что произошло? Да, точно. Напомню, друзья, я же упал. Когда мы убегали там, в том кошмаре. Что ж, думаю, что смогу сделать только одно. Пробиваться. Посмотрим, смогу ли я найти путь наружу. Так, новая задача найти другой выход. Подсказочка. Так, знаете, намек такой, тонкий намек. Топору может мне помочь в этом деле. Та-дам. Так вот, мы провалились откуда-то с потолка. Ух, какая жуть-то, а? Какая жуть. Гробы. Да, кстати, это дело мы заметили. То есть, здесь кто-то явно занимался какой-то оккультной хренью. Да? Вызывал демонов. Пентаграммка, свечи. И, опять же, напоминаю гробы. Так. Ага, здесь можно пройти. А пришел я вроде бы отсюда. Да, вот, я провалился здесь. И здесь мы закончили наше прохождение первой главы. О! Что это? Это просто доски, Нептунчик. Просто доски упали и... Ничего такого плохого. Технический отдел. Номер 9. Надпись. Он свободен. А... Сэд Ас, да? Теперь мы свободны. Как это место стало таким большим? Действительно. А как? То есть, во всем... Виной... То, что я завел эту машинку? Ну, есть запись. Давайте послушаем. А как? Так он появляется из теней. Чтобы... Одарить меня своим благословением. Его силуэт исчернил... Лучик во тьме. Я вижу тебя. Мой спаситель. И молю, услышь меня. Те старые песни. Да, я все еще пою их. Для того, чтобы не забывать, что ты идешь, чтобы меня спасти. И я понесусь в твои объятия. Но любовь требует жертв. Могу ли я получить благословение? Так... Кто это говорит? Так, это... Я так понимаю, мой напарник по... По созданию мультиков решил здесь... Предаться оккультным занятиям, да? Ну, ему виднее, что делать в свободное время от работы, да? Привет. Ты же Бенди? Ему кто-то подносил дары. В этих тарелочках... Чернилки. Вау! Тут черни... А, или вода. Ну, или чернила. Да, бог его знает. Давайте пройдем. Здравствуйте. Извините, можете мне помочь? Эм, привет. А кто это был? Какой-то чувак, он пронес... Статуэтку Бенди? Куда он делся? Вау, я его поломал. Так, он прошел сюда. Может быть, здесь есть какой-то потайной проход? Так, подожди, я беру баночки? Зачем? Я их пью. Друзья, зачем я это делаю? Ух ты. Что это? Это какой-то выключатель. Возможно, это секретный проход. Эм, отпирает дверь. Что? Я же тебя только что поломал. Что за бред? Вау! Вы это видите, друзья? Он бессмертный? Ладно, окей, хорошо. Танцующий демон, да? Нужно как-нибудь подключить питание к этим воротам. Где-то рядом должна быть пара переключателей. Тогда, скорее всего, все будет у Чики-прики в дамке. Подать питание к воротам. Так, окей. Еще одна пентаграммка. Довольно зловеще. Переключатель, он говорит. Я уже находил один. Вот он. Так. А, то есть их три штуки. И только найдя все, мы можем разблокировать... Значит, питание. Ну, наверное, это дело не только здесь. Надо бы мне пройти обратно. Так, может, за бочкой что-то есть? Нет. А за бочкой ничего я взять не могу. Эх, Бенди-Бенди. Надо найти еще кнопки. Ну-ка, уйди. Доска, ну отвали, не видно ничего. Круто. Можно ломать доски. Всегда об этой мечте. Так уж. Может быть, за этим, Бенди? Да вроде бы нет. Где-то здесь, возможно, есть еще переключатели. Жалко, что я не могу гробы разбивать. А, подожди. Та-дам! Второй. Второй мы нашли. Значит, а вот и третий. Да. Мы ворота открыли. Но все же меня вот это вот смущает. Почему они восстанавливаются после того, как я их убиваю? Это очень недобрый знак. Ну, давайте попробуем. Я за тобой наблюдаю. Твою мать. Ты же не думай бежать за мной. Там какое-то злое дыхание было. А, привет. Ну, и кто-нибудь есть дома? А, овечьи песенки, да? Щипсанк. Ага, хорошо. Так, это что? Во-первых, Джои установил эту чернильную машину прямо над нами. И потом она начала протекать. Три раза до последнего месяца мы не могли выбраться из отдела, потому что чернила затопили лестницу. Что же сделал Джои? Установил насос, чтобы периодически откачивать чернила. И вдобавок он установил этот уродливый переключатель прямо в моем офисе. Теперь мой кабинет словно проходной двор. Спасибо, Джои. Всегда о таком мечтал. Больше отвлекающих факторов, бла-бла-бла. В общем, вы, надеюсь, успели прочитать. Так. А это не статуэтка? Это был такой намек, то есть нужно найти его кабинет, чтобы активировать переключатель, да? Это, видимо, его кабинет, но он заперт. Зато есть ноты. Так. Ты тоже восстановишься, да? Хотя нет, подожди. Хе-хе. А значит, здесь их сила. Так, а я здесь был? Похоже, пролет затопило. Так, надо это дело как-то откачать. Откачать. А это выход, друзья. Чтобы откачать его, мне нужно запустить... Ага. Видимо, нет питания. Значит, нам надо попасть в кабинет. Джоуи. Дэли. А! Ты кто? Ух ты, мать твою. Я ж... В шоке, малость. Назад. Назад, демоны. А че это вы поумирали? Я вас еще не убил. Чернельные ублюдки! Хватит меня бить. Сдохните. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я победитель. Я вышел победителем из этой битвы. Что? Идет запись. То есть, студия. Идет запись. О! То есть, можем пройти. Хорошо. Минутка, что здесь? Что-то недоброе. Та-та-та-та-та-та-там. Там-пам-пам-пам-пара-папам. Я еще сюда не ходил. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Доска, которую можно разбить. Эпично. А на втором этаже... А-а-а! Это что-то вроде кинотеатра. Да? Так, допустим, я включил фильм. Или мультик. Каждый день одно и то же я сижу здесь, в своем кабинете. Ансамбль играет свинг, и неожиданно входит Сэмми Лоуренс и останавливает работу. Он говорит всем нам подождать в коридоре. Потом я слышу, он запускает мой проектор, и спрыгивает из кабинки вниз в студию звукозаписи, как будто какой-то маленький демон на плече подгоняет его. Через несколько секунд проектор выключается, но Сэмми все еще долго не выходит. Он очень странный. Странный до сумасшествия. Я подумываю о том, чтобы рассказать мистеру Дрю обо всем этом. Но меня все останавливает мысль, что и сам мистер Дрю тоже с причудами. У-у-у, жуть какая. Так, это намек. То есть мне нужно так же сделать, да? Наверное, нет? Я не могу приседать, я не умею приседать. Поэтому я не могу прыгнуть. Возможно, мне нужно сделать что-то, пока работает проектор. Хотя я могу быть неправ. Ладно, давайте пройдем сюда. Ноты, ноты, ноты. Толку от этого немного. Студия звукозапись. Ух ты. Что это? Я могу поиграть. Ну и что? Алло? Ты что-нибудь будешь мне, ну там, давать, например? За такую грамотную игру? Я же, мать его, Бах или Моцарт. Или Чайковский. Это только второй месяц моей работы с Джоу и Дрю. Но я уже могу сказать, что я влюбилась в свою работу. Людям по-настоящему нравится мой голос. Ангела Алисы. Сами говорить, что когда-нибудь она может стать таким же популярным персонажем, как и Бенди. Что я только не озвучивала. От говорящих стульев до танцующих куриц. Но это первый персонаж, с которым я реально почувствовала связь. Как будто она была частью меня. Алиса и я? Мы будем неразлучны. Вот такие дела. Алиса. Это кто? Лисичка, да? Так, что-то как-то, знаете, вот толку от этого немного. Может не нужно мне ничего нажимать? Здесь, вроде бы, я тоже ничего не могу сделать. Хотя могу побить в барабан. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Ладно. Поиграем на люднее, друзья. Знаете что? У меня такое подозрение, что здесь какая-то загадка. То есть не просто так нам дают здесь поиграть на фортепиано, на барабанах, на этой лютне и, возможно, на скрипке тоже. Хотя вру, это контрабас, это не скрипка. А возможно это какой-то пароль. То есть нужно понажимать на эти инструменты в правильном порядке? Ладно, сюда мы еще, думаю, вернемся. Давайте сначала все бежим. Вдруг где будут подсказочки, да? Так, завал не пройти. Во! Эй, во, 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 воу! Да вы издеваетесь! Я провалился сквозь текстурку. Ммм... Ладно, давайте переигрывать. Так, я переиграл, не поленился И я опять здесь, но пока я сюда не пойду Не будем рисковать Бог его знает, опять провалюсь, не дай бог Так, что у нас здесь? Привет, Бенди! Сэмми Лоуренса, офис вот здесь По идее, это фишка, которая мне нужна, да? Так вот, иду я за совком в шкаф, и знаешь что? Я не могу найти мои дурацкие ключи Они будто испарились, или типа того Единственное, где я мог их потерять, это если они упали в одну из мусорок во время обхода на прошлой неделе Надеюсь, никто не расскажет Сэмми Если выяснится, что я снова потерял ключи, то меня снова вышвырнут Ключи в мусорке Видимо, от этого кабинета, да? Так, управление насосом, хорошо Но эта утечка заблокировала дверь То есть мне нужно сначала остановить утечку, чтобы пройти сюда Потом еще, возможно, ключи искать Да? Но ключи, говорят, в мусорке Должны быть шкаф Тоже заперты Подожди, мусорка То есть это мне нужно лутовать все эти мусорки, вот, которые лежат Тут и там Я их замечал? Да? По идее В одной из мусорок То есть, понимаете, мне нужно каждую мусорку обойти Милая картина Не знаю, зачем я пью эту краску Как будто я не человек, а мультяшка Да? Может здесь? Браво А ну, отдайте мне Ключи Ух ты Друзья Можно посмотреть, как рисовали Бенди Его разные эмоции Но эмоции у него Счастье Злость Грусть и так далее Одни и те же Да? То есть все эмоции у них однотипные У него, у Бенди Так, ладно Давайте мы будем палить Мусорки И вот сюда нужно как-то пройти О Смог, да? О-о-о-о Орган Знаете, как будто внутри кто-то есть Жесть И жуть Жуть Жуть, да и только Так Мусорка, значит Да, давайте искать Что-то в мусорке Где-то должно быть Так Ну, мусорки обычно где-то по углам, да? Ну, вот, например О! Та-дам! Ключики! Ну, я так полагаю, что они от шкафа Либо От двери Ага, от шкафа Банки, банки, банки Выпить все банки Не знаю зачем Но я должен это сделать Каждый творческий человек нуждается в своем личном храме Джои Дрю имел свой И я свой Чтобы войти, тебе нужно знать мою любимую песню Скрипка Контрабас Пианино Барабан А, ну понял Это секретный код Значит, скрипка Контрабас Пианино И барабан Так Скрипка Контрабас Пианино И барабан Да? Давайте пробовать О! О, боже! Это что же так Внезапно-то? Чернильные ублюдки Я за вас забыл пароль Я знаю, что я не закончил Такое чувство, будто я что-то упускаю А что я не так сделал? А-а-а! На время, друзья, на время То есть нужно, видимо, запустить проектор И только потом Так, скрипка Контрабас Потом Пианино И барабан Да? По-моему, пароль был такой Но Но у меня такое подозрение Что нам нужно это делать Пока работает Проектор Поэтому давайте мы его заводим И быстренько пробуем Так-так-так-так-так-так-так-так Дай боже, у меня все получится сделать правильно Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так И барабан По идее Что? Неужели я не успел? А вот и секретный проход Он почему-то не работает. Но это не скрипка же. Может в этом дело? Ну то есть это не скрипка, это лютня какая-то. А скрипка-то она по-другому, по идее, выглядит. Может реально? Мне нужно скрипку найти. Твою мать! Да вы издеваетесь, точно! Что-то я не заметил ее, думал, что вы, может быть, это косяк перевода, может имели ввиду лютню. Но, как вы можете наблюдать, действительно есть тут скрипка. А то я думаю, что что-то, блин, здесь не так. Хорошо, давайте еще одна попытка. Так. Бежим. Пятки сверкают. Скрипка. Ты первая. Так. Контрабас. Так. Пианино. И барабан. Та-дам! Да! Ха-ха! Мы смогли это сделать. Даже достижения дали. Это приятно. А вот он, его храм. Не знаю, зачем я это сделал. Мне просто бесила эта доска. Подача. Так, это должно сработать. О! Так. Давай-ка без шуток, Бенди. А где он? О! Что? А! Фу! Хе-хе-хе-хе. Чернильные выжатки. Не-не-не-не-не-не. Плохая идея. Плохая, говорю, идея. Все. Я вас одолел. Божечки. Напали внезапно. По-моему, его офис где-то здесь. Да? Да. Откачали. А вот и управление насосом. Это чтобы, видимо, к выходу освободить путь. Та-дам! Все, я это сделал. А что здесь? Можно... Любопытно его найти. Ммм. Друзья Такое легкое достижение То есть если бы я не нажал То возможно бы не было Никакого достижения Время чтобы верить Надпись Ладно Нефиг терять время Давайте к выходу протопаем Меня вот знаете Очень сильно смущает тот Бенди Который так подозрительно А что опять Кто меня Оглушил Что Чувак в маске Бенди Вот и все Медленно и осторожно Мы же не хотим чтобы наша овечка убежала Не так ли Сэмми Лоуренс Нет мы не хотим А стоит отдать тебе должное Ты проделал весь этот путь Чтобы навестить меня Это же мой напарник Да Это почти заставляет Выглядеть меня безжалостным Но верующие должны вожать их спасителя Я должен заполучить его внимание Погоди Ты выглядишь так знакомо Это лицо Не сейчас Для нашего властелина Который зовет нас Маленькая овечка Время жертвоприношения почти пришло И тогда я окончательно освобожусь от этой тюрьмы Этой чернильной темной бездны Которую я зову телом Тихо Прислушайся Я слышу его Он идет Он идет Так а кто идет Давай начнем Ритуал должен быть завершен Не хочу Не надо Не надо мне пытать Скоро он услышит меня Он освободит нас А ты о ком чувак Эй Во-во Это плохая идея Почему я В центре Этой пентаграммы Что ты Ублюдок задумал Овечка 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 Время спать Дай своей голове отдохнуть Время Ложиться в кровать Утром Ты может Проснешься Или утром Ты будешь Мертвым лежать Услышь меня Бенди Восстань из темноты Восстань И прими мою жертву Эй Вау 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 Я призываю тебя Чернильный демон Покажись И принеси этому Эту дарованную тебе овечку Нет Мой властелин Не подходите Я ваш пророк Ха-ха-ха-ха Так тебе Облюдок Так Задача Убежать от Бенди В смысле Убежать А А от кого Где Бенди Короче Нет времени думать Давайте Бежим Подожди А где мой топор Побежал Значит без топора Ха-ха Конечно А задача Убежать от Бенди Значит он там Восстал вовсю И убил Своего пророка Это круто Вот так бы всегда Давай Ползи Чувак Так Так все И топор поломал Друзья Плохая новость Оу Твою мать Это Бенди Куда бежать А Бенди 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 живой Друзья И он бежит За мной Маленький Бенди Маленький Бенди 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 Чьи Да я хочу Забрать Одного себе А я Заперся Все Ему сюда Не пройти Ну по крайней мере Я на это Очень надеюсь Хранилище 53 Лифт Эм Привет Тут кто-нибудь есть Я знаю Что ты здесь Выходи И покажись Оу Гуфи Борис Борис Это же тот чувак Которого была Помните Выпотрошено брюхо В первой главе А почему он живой На таком моменте Закончили Вторую главу Друзья Ну это жестоко Я реально хочу Продолжение Друзья Ну вот и все Спасибо за внимание Надеюсь вам понравилось Непременно поставьте лайки Поддержите мое видео Зовите друзей И вступайте в группу Вконтакте Всем здоровья И позитива Друзья Ждем Третью главу Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok